Мониторинг и защита – это первая российская система управления печатью, являющаяся важной частью экосистемы печати «Катюша». Решение управляет процессами печати, оптимизирует расходы, защищает от утечек конфиденциальной информации на бумажных носителях. Интерфейс доступен из браузера на любом устройстве. Для того, чтобы войти в систему, на главном экране вводим свои учетные данные – логин и пароль. После входа мы видим интерфейс главной страницы. В данном меню доступна информация по общему количеству устройств, недоступным устройствам и устройствам, требующих технического обслуживания. В разделе «Устройства, требующие технического обслуживания» находятся устройства, у которых заканчиваются расходные материалы, либо присутствуют иные проблемы печати, например, замятия. Перейдя во вкладку «Все устройства», мы можем видеть все устройства, группы устройств и имеем возможность выбирать одну или несколько групп, а также управлять всеми фильтрами по группам, доступным в разделе «Все устройства». Здесь можно получить детальную информацию о каждом устройстве или печатном парке в целом, количество, название, расположение аппарата, сетевой адрес, состояние расходных материалов. При нажатии на иконку устройства мы видим ресурсы ТО, фотобарабана и картриджа, есть ли бумага в устройстве, а также дополнительные ошибки, например, открытие боковой дверцы, замятие и иные данные. В разделе «Счетчики» мы можем увидеть всю статистику по выбранному устройству, форматы печати устройства, общее количество страниц, количество откопированных и отсканированных страниц в сеть. В разделе «Об устройстве» доступны данные конкретного устройства. Его название – серийный номер аппарата и картриджа. В разделе «Картриджи» отображается серийный номер картриджа, дата обнаружения устройства, а также количество напечатанных страниц с момента обнаружения устройства. Желтый треугольник с восклицательным знаком говорит о том, что на момент обнаружения устройства картридж был неполный. Также мы можем посмотреть состояние устройства в определенный момент. Для этого нужно выбрать дату и время. Здесь будет доступна информация о состоянии счетчиков, были ли замятия бумаги или другие проблемы. Если вернуться к текущим данным, мы увидим актуальное состояние устройства, дату замены картриджа, количество замен и серийные номера установленных картриджей, даты обнаружения и количество страниц, отпечатанных с момента установки картриджа. Всех пользователей, их подразделения, количество напечатанных, отсканированных и откопированных страниц, а также стоимость печати можно увидеть в разделе «Пользователи». Раздел «Отчеты» позволяет формировать несколько вариантов отчета. Отчет для финансового директора показывает количество и стоимость печати за определенный выбранный период. Отчет формируется моментально, и после скачивания мы можем увидеть пользователей, стоимость печати и другие данные. Стоимость печати задается вручную. Исходя из модели устройства, цветная и черно-белая печать задается отдельно. Также здесь мы можем создать уникальный отчет по планированию обслуживания устройств, исходя из предыдущих сроков работы системы и объемов печати, причем не усредненных, а конкретных данных. Отчет включает всю группу устройств и формируется моментально. В данном отчете доступна информация по общему количеству всех устройств, группе устройств, модели принтера, серийного номера, его расположения, а также предполагаемой дате замены расходных материалов, например, картриджи или фотобарабанов. Планирование обслуживания устройств печатной техники – очень актуальный отчет для большинства клиентов, заказчиков и партнеров. Благодаря этому отчету вам не потребуется держать полный склад расходных материалов. В системе мониторинга защита существует большое разнообразие отчетов по любым необходимым параметрам, в том числе можно выбрать и сформировать отчет по всем статистическим данным. Важно! В разделе «Пользователь» мы можем посмотреть имя пользователя, его логин, почту, должность, разрешение на печать. Это удобно для разграничения прав на использование печатных устройств и управления самой печатной техникой, то есть можно выбирать доступность функций. Также в разделе «Доступа» можно изменить пароль, добавить пин-коды или в ручном режиме привязать карту пользователя. Раздел «Устройства» позволяет увидеть все аппараты, которые находятся в сети, и добавить те, которые еще не подключены к системе. Тип устройства определяется автоматически. Также можно выбрать, в какую именно группу отнести данные МФУ и принтеры. Опция «Редактирование устройства» доступна в соответствующем разделе. Можно выбрать устройство и привязать его по серийному номеру, MAC-адресу, IP-адресу и по расположению. Изменение группы устройств, описание и тип устройства определяется автоматически. Это наиболее актуально для агентов мониторинга, в которых задается интервал опроса подключенных устройств, интервал сканирования сети для обнаружения новых устройств, а также пул IP-адресов, по которым можно искать те или иные устройства, находящиеся в разделе «Подключение». Для того, чтобы найти аппарат в системе, не обязательно знать его конкретный IP-адрес. Система автоматически опросит весь пул и найдет все устройства, которые находятся в системе. В разделе «Профили» мы можем добавить администратора и ограничить права доступа по ролям пользователя. В разделе «Импорты» находятся пункты импортирования пользователей из Active Directory Opened Up для того, чтобы переносить всех пользователей за одну операцию. В разделе «Уведомления» можно настроить уведомления и темы уведомлений, например, «Алерт», назначить получателей, задать шаблон с переменными и добавлять фильтры. Так, в случае низкого остатка ресурсов черного картриджа, менее 5%, администратору придет уведомление о том, что необходима замена картриджа на определенном устройстве. Отечественный программный продукт «Мониторинг и защита» позволяет контролировать печатную инфраструктуру организации любого масштаба, в том числе со сложной филиальной сетью в режиме реального времени. Уникальное российское решение обеспечивает управление процессами печати, оптимизацию расходов, защиту от утечек конфиденциальной информации на бумажных носителях.